Не менее 20 миллиардов рублей планируют инвестировать Банк ВТБ в развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге. По соглашению, заключенному сегодня между главой ВТБ Андреем Костиным и губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, будут построены две легкорельсовые трамвайные линии по маршруту Колпино-Рыбацкой между Кировским заводом и Балтийской жемчужиной с возможным продлением линии до Петергофа. Интересно, что строительством этой линии ранее интересовались также китайские компании, однако наблюдатели отмечали, что основной сложностью для инвестора было отсутствие проекта. То есть бизнес просто не мог посчитать расходы и сроки окупаемости легкорельса. Теперь, когда в него согласился вкладывать деньги Банк ВТБ, растут шансы, что и другие инвесторы присоединятся к проекту. Ваш банк такой надежный партнер Санкт-Петербурга. По многим направлениям, в том числе инфраструктурным, очень серьезные проекты уже реализованы. Я имею в виду, в первую очередь, проект строительства нового практически аэропорта Пулково. И еще одно крупное соглашение, которое заключено сегодня, между Петербургом и компанией Юлморт. Объем инвестиций 30 миллиардов рублей. На эти деньги бизнесмены хотят построить новый логистический комплекс площадью в 400 тысяч квадратных метров. Наблюдатели уже окрестили комплекс частью большого проекта по созданию русской Алибабы. По аналогии с успешным китайским сервисом. Это будет электронная площадка, призванная увеличивать продажи российских экспортеров.